В своих выступлениях Александр Лукашенко часто затрагивает тему угроз. То страну кто-то пытается разорвать, то его самого вместе с чиновниками, то весь мир ополчился против островка стабильности, а НАТО лязгает гусеницами у границ и готовит нападение. На деле же соседи, да и не граничащие с нами страны называют именно Беларусь угрозой региональной безопасности. В компании с Россией, конечно же. И даже подумывают о закрытии границ. Несмотря на риторику, этого шага Лукашенко боится больше, чем нападение. Или нет? Для чего был собран Совет Безопасности и что пугает диктатора больше всего? Горячий комментарий политолога Анатолия Котова. В случае серьезных инцидентов, либо с нелегальными мигрантами, либо с так называемым ЧВК Вагнер, дает очень серьезную пищу для размышлений белорусскому режиму. И нужно каким-то образом отвечать. Тем более, что министр внутренних дел Польши дал некоторое разъяснение данному ультиматуму и, в общем-то, которое можно трактовать следующим образом, что даже если ничего не изменится, то бишь легальные мигранты будут штурмовать границу в прежнем режиме крупными от 10 до 100 человек в сутки. И если ЧВК Вагнер, никуда из Беларуси, не уйдет, то границы просто закроют, постепенно сделают это. Чтобы разблокировать границу, даже открыть то, что было закрыто раньше, нужно выполнить, по сути дела, два главных условия. Это избавиться от бойцов непонятно какого формирования на территории Беларуси и остановиться на нелегальный штурм границы нелегальных мигрантов. В Минске это услышали, и надо же как-то ответить, потому что перспективы, в общем-то, вырисовываются достаточно мрачные, потому что если на нелегальную миграцию Минск каким-то образом еще может влиять, неизвестно, на все 100% времени, потому что, в общем-то, это так или иначе штурм границы, в нелегальном смысле совместная акция белорусского и российского режима. Вот, и насколько, в общем-то, белорусский будет в состоянии контролировать мигрантов, которые пребывают на территории Беларуси, если захочет контролировать, они все еще будут пребывать через ту же самую открытую границу Российской Федерации, то это, в общем-то, давление на режим будет немножко с другой стороны. С вангельцами ситуация еще более сложная, она, в общем-то, усложнялась со смертью Евгения Пригожина, поскольку, если раньше это было какое-то организованное, незаконное вооруженное формирование, то сейчас это фактически каждый сам себе командир, это гораздо более непредсказуемый фактор для самого режима Лукашенко. Избавиться от них он без согласия Кремля тоже, в общем-то, не может. И ими фактически не командуют. Соответственно, перспектива закрытой границы или быстрого или медленного, она очень серьезная, болезненная, причем, что министр внутреннего дела Польши заявил о том, что будут закрыты все погранпереходы, включая железнодорожные. Это самое болезненное, что можно себе представить, в общем-то, для режима. Соответственно, не имея достаточно серьезных устойчивых контактов с польским эстаблишментом, с эстаблишментом стран Балтии, единственный способ, который остается в арсенале, это покричать через телевизор. Услышали, увидели, что это была очень быстрая попытка отреагировать на два дня, которые, в течение которых, в общем-то, прозвучал достаточно артикулированный, понятный самый главный, выполнимый ультиматум. Так что это была попытка кинуть очередной сигнал, что надо как-то разговаривать. Правда, не совсем понятно, о чем разговаривать. Эти два фактора, которые названы в ультиматуме, нелегальная миграция и чуваковак, не находятся под полным контролем белорусского режима. Соответственно, любые гарантии здесь, они не будут восприняты, то бишь, любые гарантии в будущем времени. Мы остановим нелегальных мигрантов или мы через неделю выведем все войска, ну, не войска, а вот этих бандитов Вагнера. Пока это не будет сделано фактически, в это никто не поверит. Сделать это фактически гораздо сложнее, чем пообещать. Ну, вот как бы из этого будем исходить, что попытка кинуть сигнал о том, что надо садиться за стол переговора, она была сделана. Вторая часть совещания, которая была посвящена, по сути дела, как бы учениям и так далее и тому подобное, она даже сложная ее с каким-то серьезным выражением лица комментировать. Он оказался в той ситуации, когда там можно трясти какими угодно бумажками, но если ты сам на протяжении последних нескольких лет хотя бы не копаться в глубокой истории, последних нескольких лет обманываешь всех своих соседей, если ты уничтожаешь свой народ, то в какой-то определенный момент всем надоест слушать твои бреди. Вот. Поэтому, в общем-то, вторая часть совещания была, как бы, реально смешная. Дополнительная, как бы, такую пикантность всей ситуации придает то, что Лукашенко потребовал вывезти иностранные войска с территории стран Балтии и Польши, которые там располагаются в рамках обязательств по НАТО, взамен на вывод, ЧВК Вагнер, которая юридически не существует в природе. Это банда наемных. Размен неравноценный и, в общем-то, на, как бы, такие требования никто не пойдет. Вот сначала нужно убрать нелегальных мигрантов и этих бандитов, а потом, может быть, может быть, какое-то пространство для диалога и откроется. А, нет, наоборот. В общем-то, вот, сегодняшнее мероприятие можно рассматривать только в этом ключе. Первое, как бы, Лукашенко наконец-то осознал, что ему просто больше никто не верит. А второе, что с ним никто не будет разговаривать, даже когда ему очень нужно поговорить, пока он не сделает вещей, которые не, в общем-то, отвечают интересам других партнеров. Очень жаль, правда, что в этом ультиматуме нет ничего про белорусских политических заключенных, нет ничего про ядерное оружие. Еще, в общем-то, есть некоторое время, можно прогнозировать, что практическое исполнение ультиматума будет до конца сентября, середина октября. Так или иначе, реализовано, скорее всего, даже раньше, в сентябре месяц. Есть еще время, чтобы подумать о том, как провести работу с Польшей и страной Балтии, чтобы ультиматум отвечал в некотором смысле и белорусским интересам. Санкции остаются, как полное торговое эмбарго. И, на самом деле, торговое эмбарго очень сложно ввести. Ну, так или иначе, для этого требуется, если мы говорим про Европейский Союз, решение концепции всего Европейского Союза о введении либо дополнительных санкций, либо дополнительного, либо полного эмбарго, либо действия, в принципе, сейчас этот мандат есть на уровне стран и соседей. Но если не будет консенсуса в Европейском Союзе, то они окажутся под серьезным давлением. Мандат выдала Международная Организация Труда за Уничтожение Профсоюза, введение санкций самых жестких режимов Лукашенко. А вот с транзитом играться проще. Да, это мера, которая имеет под собой целый ряд оснований Лукашенко. Все козыри дал странам-соседям от нелегальной миграции, ЧВК-Вагнер, тактическое ядерное оружие, контрабанда. Вот любого из этих четырех аргументов хватает, чтобы ограничить транзит, закрыть его, либо подвергнуть достаточно серьезным проверкам, и так далее и тому подобное. И в определенный момент, так или иначе, страны стоят перед выбором. У нас есть этот инструмент в руках. И если мы можем предотвратить, хотя бы побудить нашего неадекватного соседа каким-то попыткам каких-то действий, снизить наши риски, то почему бы это не сделать? Зачем дожидаться, пока повторится в какой-то другой вариации ситуация весны. 21 года штурмовали границы тысячи мигрантов. И все прекрасно понимают, что в этот раз ни камни и ветки у них будут в руках, и могут оказаться не только нелегальные мигранты, как и нелегальные мигранты. Зачем вот этого дожидаться, если это может предотвратить достаточно простым, обоснованным, ну, в универсальной степени болезненным для самих себя, но если брать во внимание, принимать во внимание вопрос своей безопасности, в гораздо более дешевом способе, чем отбиваться потом от реальной угрозы. Поэтому конечный аргумент, вот этот самый последний аргумент, торговый эмбарго, он все равно останется. И вот его можно отложить на самую дальнюю полку, он там лежит пылиться, начиная с 20-го года. Это то, что не является последним аргументом, но очень болезненным. Это внешняя торговля Беларуси, и что немаловажно России, это в том числе падающий, сокращающийся ввиду вот такой как бы нестабильности, но все равно существующий китайский транзит, и это российская и белорусская контрабанда. Поэтому, ну вот этот аргумент, который бьет непосредственно по кошельку, как государству, который можно считать большим кошельком Лукашенко, и по контрабандному кошельку, который можно считать чуть меньшим, но вот совсем кошельком Лукашенко, это аргумент понятия. Других, наверное, в общем-то, за исключением торгового эмбарго и каких-то превентивных действий военного характера их просто не осталось. Но время для того, чтобы просто поговорить, оно закончилось. И в этом виноват, в общем-то, сам Лукашенко. Я не говорю о ситуации внутриполитического кризиса. Кризис для соседей не так, к сожалению, важен, как для белорусов. Но он умудрился так нагадить под дверью, облить ее бензином. Любая искра сейчас, она приведет к серьезному взрыву. Большая страна Балтии наращивает свой военный потенциал. Так а кто в этом виноват? Военный потенциал не снизится, потому что пока будет существовать режим. Следим за новостями каждый день в 7 утра и 7 вечера в наших выпусках «Маланка Ньюз» и «Маланка Регионы». А в 12 по будням эксперты комментируют самые яркие события недели. Подписывайтесь на канал и жмите на уведомления, чтобы не пропускать новые видео. До встречи на «Маланке».